Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Торопрогноз – гороскоп. 2024 год. Событие 2024 года. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. Если по восточному календарю, это у нас год дракона. Дракон – это знак небесного могущества и влияния. Но дракон – это еще и мифическое животное. Считается так, что дракон может пойти даже на опасное дело и выйти победителем. Дракон может возродиться из пепла. К нам приходит возрождение, увы, через какие-то разрушения, смену устоев, смена порядка. И очень символично, потому что как раз 2024 год Плутон окончательно переходит в знак Зодиака Водолей. Дважды, как будто нам планетарно уже говорят о смене, ну, наверное, какого-то распорядка в небесной канцелярии, когда неизбежно у нас будут какие-то перемены. Это будет новая либо структура, либо новые законы, новые как будто правила игры. И нам придется это учитывать. В течение всего года на нас будут влиять именно события извне. Они где-то будут нас направлять в том русле, что наиболее важно для нас сделать. Или где я могу, в какой сфере, допустим, реализоваться. Или где я могу найти свой надежный фарватер, где я буду двигаться наиболее успешно. Это время задавать вопросы, принимать решения и занимать определенные позиции. Реальные изменения приведут, может быть, и непредсказуемым событием. Ведь этот год метаморфоз. В этот год могут быть и много информации, которая где-то будет ошибочная поначалу. Или нам могут выдавать желаемое за действительное. Но, надо сказать, дракона, хозяина года, как раз отличает то, что он честен. Его можно обмануть, считается, только один раз. А нам говорят, неизбежное тайное становится явным. Так вот, дракон в гневе страшен. Так поэтому мы говорим еще и про Плутон. И если он водолеет, то тоже что-то, то, что было скрыто прежде, как раз для нас, может явить, как выявить миру, какую-то конкретику, о которой мы не подозревали. И нам, может быть, придется с учетом этого где-то менять и свое направление действия. Каким-то образом, так или иначе, повторюсь, события, которые нас окружают, обстановка, обстоятельства, будут влиять и на нашу жизнь тоже. Нам Плутон в течение года будет навязывать какую-то необратимость. В течение 2024 года по Плутону мы не сможем изменить курс событий. Мало что от нас зависит. И если я во многих видео говорила, 2023 год – это у нас год адаптации. Особенно, наверное, с середины года, вторая половина июля. Хотя уже предпосылки, они с самого начала года пошли. Но Сатурн у нас вошел в рыбы с марта месяца. И уже какая-то реальность, она начала потихоньку отстраиваться. Но кульминация этих событий, она как будто нас приводит к какому-то знаменателю в середине лета. Для того, чтобы мы уже теперь могли, ну, где-то так и глянуться назад и четко для себя сказать, что я буду продолжать, в каком направлении я буду двигаться. Что в моей жизни еще может быть продолжено, а что уже никаким образом не может. Словно от этого балласта нам нужно обязательно избавиться еще до 2024 года. И вот кто смотрит меня теперь, еще в 2023 году, вы как раз можете для себя какие-то итоги подвести. Если интересно, перейдите на главную страницу канала. Там есть видео «Судьбоносные периоды». И там «Ретроградная Венера» как раз это видео называется. И не только период ретроградности, а взаимодействие по Венере с другими планетами, другие конфигурации и каким образом это влияет на нашу жизнь. Осень у нас, в принципе, вот как отстройка какой-то новой реальности. То есть есть уже к чему-то предпосылки. Но вот именно адаптироваться мы уже можем словно теперь. А дальше мы будем принимать ту, наверное, метаморфозу жизни, которая будет происходить. Поэтому и психологическая устойчивость будет невероятно положительным качеством. И наряду с ней также и критическое мышление. Это в целом характеристика в двух словах года. Но давайте узнаем, что думают карты. И надо сказать, что часто вторые расклады, они совершенно не совпадают с теми планетарными явлениями или предположениями, предсказаниями. Ну, как-то это так работает. Вот давайте узнаем. И у нас сегодня три колоды. И мы зададим основные вопросы, узнаем про события. И эти события 2024 года у нас будут звучать таким образом. Первую карту мы из колоды золоченого таро достанем. Важное событие. Или чем запомнится нам этот год. Что может быть для нас, мои дорогие львы и львецы, будет наиболее актуальным? Какая-то задача, которую мы должны решить, как видят карты таро. Давайте спросим, а каково же новое событие, которое войдет в мою жизнь? Что может быть начнется? Каковы неожиданные события? Давайте спросим. На колоде таро иллюминатов. Достанем карту и узнаем. А что же будет радовать? Какие радостные события для нас будут? В какой области? Чего это будет касаться? Что будет мне помогать в 2024 году? А что может помешать? Давайте такую карту тоже достанем. И у нас есть третья колода. 78 дверей. Мы после достанем карты и узнаем, какие двери будут передо мной открыты или что я смогу осуществить. Важное событие этого года, мои дорогие, наверное, личная жизнь. И вообще все привести к какому-то балансу. Это будет для вас важно. Вообще четверка жезлов. Очень добрая карта. Праздник после победы. И если чаще четверка жезлов, это та победа, которая больше проигрывается в сфере дела, работы, бизнеса или наши где-то амбиции, профессиональное выражение наше. Но в этой колоде нам еще про личную жизнь говорят. Посмотрите, семья нам показана. Поэтому, наверное, наряду, как и с профессиональными успехами, материальным достатком, так и личная жизнь, она у вас на первом плане. И поэтому для тех, кто один или одна, создание семьи, рождение ребенка. Может быть, для кого-то так. Для кого-то из вас, для тех, кто в паре, значит, какие-то планы вы будете строить уже не один я или я одна, а уже вместе будете думать в унисон. Видимо, взаимопонимание какое-то особенное в парах будет, когда откроют тоже перспективы. Не для вас в каком-то сольном варианте, а когда будет согласованность и вот это взаимопонимание, любовь, счастье, уверенность. Посмотрите, четверка жезлов – это как четыре столпа, это как якорь, причем такой надежный, хороший, добрый и искренний. Прекрасно вот такие у вас ожидаемые события. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в мою жизнь. Ух ты, правда, тут войдет что-то новое, колесо фортуны – это карта шанса, каких-то возможностей новых. И это старший аркан. На вас будут влиять события извне. Вот то, что мы говорили про обстоятельства. Они будут вокруг нас меняться, но для вас, мои дорогие львы, они откроют какие-то новые возможности. По этой карте мы должны, ну, куй железо пока горячо. Мы не должны что-то отложить на потом. Видимо, проиграть какую-то возможность, в хорошем смысле я имею в виду, проиграть, воспользоваться, проучаствовать в чем-то, не отложить на какой-то энный период времени. Потому что так часто бывает. Сегодня и есть эта возможность. И нам иногда создается такая иллюзия, что, ну, я подумаю, а может быть завтра это повторится, а завтра этого не будет. Поэтому где-то вовремя отреагировать на то, что нам дает судьба. Это будет тоже важным. И тогда вот эта новизна, она принесет нам вторично, как и удовлетворение от того, что мы что-то вовремя сделали. Может быть, какие-то возможности для нас расширит. Может быть, горизонты какие-то неведанные, когда нас тоже-то вдохновит и порадует. Ну, по колесу фортуны тут возможно все. Тут действительно обстоятельства будут на вас влиять, давая вам новые, знаете, как краски жизни, новое вдохновение. И, может быть, самые невероятные какие-то возможности, которые поначалу могут выглядеть, ну, непонятно или не очень привлекательно. Почему важно откликаться? А в последующем это разовьется во что-то замечательное. Давайте узнаем, какие неожиданные события. Ух ты! Карта мага. У вас все возможности, мои дорогие львы и львицы, быть буквально магом. Маг – это, конечно, великий манипулятор, который умеет где-то согласованными действиями, неспешными мыслями, рационализмом. И когда он правильно оценит обстановку, стоит мне в этом направлении двигаться или нет, стоит ли мне сейчас заявлять о своем мнении или нет. Ведь, по сути, это серый кардинал. Он скорее отойдет так вот, полшага отступит назад, чем он будет где-то себя рекламировать. Но благодаря этому он как будто избегает сложных ситуаций, опасных каких-то, ну, может быть, перипетий или людей. Он всегда выходит победителем, потому что у него всегда есть маневр, и все стихии ему подвластны. Могут быть, кстати, такие люди и на вашем пути, и поэтому вам вот в таких энергиях совершенно необходимо находиться, правильно оценить обстановку, не позволять своим эмоциям помешать вам сделать что-то очень важное в вашей жизни. И тогда поистине возможности безграничные. И я сказала по колесу фортуны, про фортуны, что не всегда к нам возможности приходят именно в том варианте, как мы себе это представляли. Нам кажется, это должно быть в какой-то определенной последовательности. А так не бывает. И, видимо, воспользоваться моментом, воспользоваться предложением, где-то воспользоваться новостью или создавшейся ситуацией вокруг вас. Но вам это как будто будет в плюс. Причем больше мы демонстрируем доброжелательность. И тогда это нам двойне помогает и делает нас где-то неуязвимыми. Не заявляем мы о своих далеко идущих планах. О себе много не рассказываем. И это тоже вам будет играть в плюс. И тогда практически нет ничего невозможного. Замечательно. Что нас будет радовать? Как ни странно, это прообраз Медузы Гаргоны, Принцессы Мечей. Это какой-то наш отрицательный опыт прежде, когда, может быть, нас подвели люди, когда мы оказались в сложной ситуации, когда пришлось выруливать самому или как-то, ну, за самого себя отстаивать что-то или принимать какие-то важные решения. Может быть, патовая была ситуация. Может быть, по этой карте у кого-то было и предательство. Так вот, каким образом нас это радует? А то, что мы какой-то прежний опыт не повторим. И, видимо, будут у нас все-таки, посмотрите, у вас два старших аркана, как на новые события, так и на неожиданные. И маг в сочетании с колесом фортуны. Тут что-то на 180 градусов может развернуться. Но благодаря вашему опыту, именно отрицательному, он вам поможет не наступить на какие-то старые грабли. И, значит, вы, если прежде, мои дорогие львы и львицы, вы могли сетовать, почему, ну, вот что-то у меня не получается, почему вот именно со мной какая-то такая ситуация, ну, со знаком минус произошла, или была, когда это прежде, вот безысходность какая-то, которую вам пришлось где-то внутренне переболеть даже, то теперь, в этом году, в 24-м, вы скажете спасибо судьбе, что такая подобная где-то ситуация уже была в вашей жизни. Потому что она вас делает неуязвимыми, она вам дает возможность все просчитать, еще раз не оказаться в каких-то сложностях для себя, не усилить со знаком минус или предотвратить какую-то ситуацию, вы как будто будете видеть и знать заранее, и знать, что, ага, вот тут вот я в такие игры не играю, или в этом направлении я точно не иду. Вот здесь абсолютно четкое видение. Это для вас как подушка безопасности, как новые какие-то возможности, но в то же время без риска. И это здорово, это сильная позиция. По сути дела, это и получаем мы карту мага. Он ведь может все предвидеть. А любой, в принципе, маг, это тот человек, который уже на своей жизни где-то прошел сложный путь из проб и ошибок. Он уже знает. То есть опыт у него определенный уже есть. Вот, видимо, для вас этот самый опыт вас будет радовать. И если теперь самое время сказать спасибо судьбе даже за те какие-то отрицательные моменты в вашей жизни, которые были прежде, теперь они вам покажутся, как какая-то была репетиция, а теперь я точно знаю, как мне действовать. Давайте узнаем, что будет помогать. Спокойствие будет помогать хладнокровию, дождаться до нужного момента, когда разовьются события. Так бывает. Когда мы не кидаемся с места в карьер решать какой-то вопрос, а так немножко берем паузу. И выжидаем. Очень символично помогу. Вот это тот маневр, когда полшага назад и я наблюдаю. Пусть человеку выговорится, пусть события разовьются до какого-то определенного уровня. Я пронаблюдаю и сделаю выводы для кого-то из вас, что будет помогать. Может быть, пассивный доход буквально может проиграться. Но есть еще и по этой карте цикличность и своего рода неизбежность. Некоторые вопросы мы не сможем решить быстро. По семерке Пентаклей есть то, что оно не зависит от нашего влияния. Может быть, какие-то законы или какой-то период, когда нам приходится словно выжидать или ожидать чего-то. Но для вас, значит, даже какое-то замедление так или иначе проиграется в плюс. Давайте мы узнаем, что нам может помешать. Иногда по королю мечей проигрываются, знаете, как люди, которые наделены властью, или чиновники высокого ранга, или какие-то законы сами по себе. Ну или, в принципе, какое-то столкновение с законом. Поэтому с собой мы не рискуем. Это правда. Какой-то опыт мы не должны повторить. И, значит, я могу предположить, что мы сможем даже от какой-то сложной ситуации как будто, ну, так уйти в сторону. Но это потребует от нас определенного мужества где-то, хладнокровия и никаких эмоций. Это принцесса мечей нам может говорить как раз о том, что отчасти даже те места, которые мы думали для нас надежные. Или мы все там знаем. Здесь могут для нас, ну, где-то быть или содержать какие-то опасные моменты. Мы должны их предугадать. С другой стороны, люди, которые нам обещали в чем-то помочь, здесь тоже каким-то образом нас могут подводить. И поэтому надеемся мы сами на себя. И тогда нам, в принципе, ничто помешать не может. Мы из любой ситуации практически можем найти выход. Давайте на колоде 78 дверей. И ключевое значение двери и ключи. Какова эта дверь? Открыта или закрыта? Нужно там подбирать ключи или нет? Вот давайте узнаем. Зададим вопрос. Так какие же двери в 2024 году передо мной откроются? Король Пентакли. Здесь сразу нам про несколько позиций говорят. Безусловно, финансовый успех. Ваш статус поменяется. То есть вообще ваше благополучие, ваш статус жизненный, ваш статус личный, ваш статус финансовый может кардинальным образом измениться. В том числе по Королю Пентакли это может еще и смена места жительства. Здесь очень много позиций. Но в каком направлении? Да все в сторону изобилия и процветания. И значит, где-то мы себя не должны подвергать риску. Давайте мы спросим. Хорошо. Что я смогу осуществить? Правда, кто-то из вас будет менять место жительства, а кто-то будет отстраивать свое благополучие, может быть, как-то и заново. Или в связи с переездом вам придется решать вопросы по жилью, по обустройству жилья, по комфортности этого жилья. Здесь у нас человек показан, который несет буквально эти двери. Как будто есть дом, но он еще не защищен. Вы их словно сами построите, воздвигнете. И как будто по карте у нас предусмотрен, что человек будет делать ремонт, что-то благоустраивать, что-то укреплять. Так вот имеется в виду, что я смогу осуществить? Укрепить свои позиции, сделать свою жизнь надежной, безопасной, выбрать какое-то главное направление, с чем-то окончательно определиться и открыть новые возможности. Вот в девятка жезлов в колоде герметического торома и дорогие львы и львецы обозначает карта великой мощи. Имеется в виду, что у нас хватит сил на все и на все ситуации жизненные, чтобы с ними справиться. Но мы больше концентрируемся практически на нашем благополучии. Мы не должны растрачивать энергию попусту. Вот об этом нам говорит карта. И у вас прекрасные карты, какие двери мы можем открыть. Наверное, благодаря нашим приложенным усилиям правильно как-то просчитать обстановку, увидеть, каковы обстоятельства вокруг. И в целом, если сложить этот пазл вот к этому изобилию, процветанию, вы приходите прекрасно. У нас и праздник нам как будто тоже гарантировали. Одна карта дополняет другую. Интересный год. Скучать будет некогда. Но где-то потребует от нас выдержки, хладнокровие и умение анализировать. Здесь по королю мечей нам нужно будет все-таки соединить, чтобы не попасть в прослаг, соединить как интуицию и наш интеллект. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда. Перекладывайте на себя.